Сегодня Тенге празднует день своего рождения. Нашей национальной валюте исполнилось 25 лет. И за два с половиной десятилетия Тенге пережил немало взлетов и падений. Если в начале пути один доллар стоил меньше пяти Тенге, то сегодня уже 370. Тенге 25 лет. И хотя нашу национальную валюту неоднократно назвали самой красивой в мире, звание крепкой, она так и не удостоилась. Если в начале пути в 93-м один доллар стоил всего 4 Тенге 70 тиин, то сегодня уже 370. За 25 лет обесценение произошло в 78 раз. Но, судя по всему, это не худший результат. С этого периода началась действительно независимая экономическая политика нашей страны. И мы смогли построить свою финансовую систему. И этот сегодняшний день, праздник, мы встречаем с очень хорошими показателями. До 2015 года Тенге регулировался национальным банком. Но в августе после девальвации его отправили в свободное плавание. Дискуссии о том, стоило ли отказываться от регулирования, до сих пор не прекращаются. На конгрессе финансистов в Алматы Даня Ракишев сам поднял этот вопрос. Многие говорят о том, что было бы все-таки правильно, допустим, фиксировать от регулирования. Не чреваты тем, что происходит время от времени резкая девальвация. Курс все равно придется отпустить, но вы потратите при этом достаточное количество золота валютных визитов. Только за полтора года с 2014 по середину 2015 нацбанк сжег 28 миллиардов долларов на поддержку Тенге. Но в итоге от такой практики отказались. Курс теперь определяет рынок. Впрочем, развитию этого рынка должен помогать еще и новый международный финансовый центр «Астана». Наряду с уже существующей фондовой биржей. Правда, проект не вызывает оптимизма у некоторых экспертов. Пока, конечно, это убыточное предприятие. Наверное, это больше шаг престижа пока сейчас. И я не думаю, что в ближайшие год, даже два года, нас ждет какой-то большой прорыв в МВЦА, к сожалению. Но я думаю, что у государства не так много денег, чтобы продолжать эксперименты в финансовой сфере. Насколько оправданным было создание второй биржи, рассудит время. Но о Тенге сейчас нужно набираться сил, ведь надвигается новая волна. Антироссийские санкции. И здесь наша национальная валюта вновь может упасть под давлением соседа рубля. А вот насколько не берутся судить даже участники Конгресса финансистов. Нургали Карабаев, Данияр Жусупов, Ренат Абулхаиров. Информбюро. Алматы. Да, 25 лет. Возраст самый энергичный и самый опасный. Насколько я понимаю, Мишель Жастаншу. Так же? Аскар Ох болатын, Шох болатын, Айхай 25 деген хәнест кетсет. Осындайда 25 жылдық тарихы бар. Төлтенгеміздің қыны нұғая версін.